Джан Джакомо Гуэльфи Гуэльфи родился в 1924 году в Риме, где и учился в колледже. В этот период он пел сопрановым голосом в церковном хоре, а позднее в студенческих постановках французских оперет. Ему приходилось петь женские партии, так как девочек в колледже не было. Поначалу Гуэльфи помышлял о карьере юриста, однако в 18 лет после того, как миновал период ломки голоса, он начал заниматься пением, сперва как драматический тенор. Однако вскоре у него обнаружился прекрасный баритон, который певец и стал развивать. Учителями Гуэльфи были выдающиеся баритоны 20 века, среди них Марио Базиола и Тита Руффо. Дебют Гуэльфи состоялся в Спалетто в 1950 году, где он исполнил партию Ригалетто. Уже через год, в 1951 году Гуэльфи участвовал в возрождении после многих лет забвения оперы Верди Аттила, исполнив партию Аэция. Это было концертное исполнение оперы под управлением Карла Мария Джулини. Партия Аэция одна из самых запоминающихся в карьере Гуэльфи. КОНЕЦ Во второй половине XX века в этой партии блистали Пьера Капучили, Джорджио Дзанканара, Шерил Милнс, Антонио Сальвадори и многие другие. Если сравнивать прочтение образа Аэция, то интерпретация Гуэльфи оказывается противоположной или обратной интерпретации Шерила Милнса. В молодости Милнс был легким баритоном, почти теноровым, его голос звучал иногда светлее, чем голос тенора в партии Форесто. Тембр Гуэльфи был наоборот ближе к басовому, при этом его голос не был заглубленным, затемненным искусственно, он был таким по своей эссенции. Гуэльфи обладал поистине исполинским голосом, преобладавшим над любым оркестром. Более того, оркестр оказался парой скрипок на фоне этой иерихонской трубы. Более того, оркестром. Более того, оркестром. 17 марта 1952 года Гуэльфи дебютировал в Ла Скала, исполнив партию чужестранцев в мировой премьере оперы «Бразерпина и чужестранец» аргентинского композитора Хуана Хозе Кастро. Его партнерами по сцене были Мирта Пики и Розана Картери. 7 декабря 1953 года на открытии сезона в Ла Скала Гуэльфи исполнил партию Гелнера в опере «Валли» Альфредо Каталани в блестящем спектакле под управлением Джулини с участием Рената Типальди, Марио Дальмонако, Рената Скотто и Джорджо Тоцци. Джакомо Лаури Вольпи в вокальных параллелях писал о голосе Гуэльфи следующее. Это гигантский голос в гигантском теле. Джан Джакомо Гуэльфи, по развиваемой им звуковой мощи, переходящей в явное вокальное излишество, находится в особом положении. Он не имеет соперников и бороться ему не с кем и не за что. От него одного зависит, двинется ли он вперед, поднимется ли на склоны и доберется ли до горных вершин того чистилища, которое представляет собой оперный театр. Голоса такого типа, как у него, то есть от природы оглушительно звучные, склонны к вокальному расточительству и с годами утрачивают как плотность, так и выносливость. И если он собьется с пути, винить ему останется лишь самого себя. Обеднить и разрушить эту столь богатую голосовую ткань может бездумная эксплуатация дыхательного аппарата. В сезон 1956-57 года театр Ла Скала открывал Аиды Верди под управлением Антонина Вотто. Гуэльфи исполнил тогда партию Амонасро, одну из главных в своем репертуаре. Его партнерами по сцене были Джузеппо Ди Стефано в партии Радамеса, Джульетта Семианату в партии Амнерис, Аида Антониетта Стелла и Никола Дзекария в партии Рамфиса. Через 10 лет в сезоне 1965-66 года Гуэльфи будет петь Амонасро уже с другими выдающимися певцами, Аида Лейла Генджер, а в партии Радамеса молодой Джанфранко Чеккеле. Также Гуэльфи удалось выступить в этой партии на арене Диверона в 1963 году под управлением Тулио Серафина. Аиду исполняла все та же Лейла Генджер. В партии Радамеса был Гастон Эли Марилли, ученик Милоки и Дель Монако. Амнерис пела Джульетта Семианату, а Рамфиса Банальда Джайотти. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...